Борт номер один с президентом Кыргызстана приземлился в аэропорту Внукова-2 в сильнейший ливень. Однако плохая погода не помешала российской стороне организовать теплый прием Алмазбеку Атамбаеву. Главу государства встретили руководитель федеральной таможенной службы Владимир Булавин и заместитель министра иностранных дел Григорий Карасин. Из аэропорта Алмазбек Атамбаев сразу отправился на встречу с президентом России Владимиром Путиным. В ходе встречи в неформальной обстановке за ужином Алмазбек Атамбаев и Владимир Путин обсудили вопросы двустороннего сотрудничества. Второй день государственного визита Алмазбека Атамбаева начался с возложения цветов к могиле неизвестного солдата в Александровском саду у стен Кремля. Возложив в венок, президент почтил память погибших в Великой Отечественной войне минутой молчания. Затем глава государства отправился в Кремль. Сегодня лидеры двух стран провели уже официальные переговоры. Вместе с Алмазбеком Атамбаевым обсудить межгосударственные вопросы в Москву прилетели ряд членов правительства и депутатов Жигур-Кукинеша. После встречи ТТТ переговоры продолжились уже в присутствии представителей правительств и других членов делегаций. Тем для дискуссий много. Это и дальнейшее развитие взаимовыгодного сотрудничества в политической, торгово-экономической, культурно-гуманитарной и научной областях. Кроме того, главы государств обменялись мнениями по продвижению интеграционных процессов на евразийском пространстве. Мы очень близкие союзники, близкие надежные друзья. Мы знаем, через какие трансформации пришлось пройти и России в свое время, и последние десятилетия Кыргызстана. Очень надеемся на то, что период такой нестабильности уже в прошлом, благодаря усилиям Алла Шершеновича, ситуация не только нормализовалась, но и, на мой взгляд, приняла такой необратимый характер в направлении позитивного развития. Я хочу вас с этим поздравить и хочу выразить надежность, что все, что заложено вами было в заводе вашего президентства, которое завершается в ближайшие месяцы, все будет продолжено. И мы будем идти по этому пути, укрепление двухсторонних связей и ситуации в регионе в целом. Кыргызстан уже с этой дороги, которую нашел в результате трудных поисков, конечно же, не свернет, и, подводя предварительные итоги своей работы, я считаю, одно из главных достижений за эти годы моего президентства, это то, что мы вывели отношения с Россией именно в то русло, в каком они должны быть всегда. Русло стратегических отношений, русло дружбы, братства. И мы в Кыргызстане знаем, что Россия наша прародина, наш корень, алтайская цивилизация. И, конечно же, мы всегда должны быть вместе, мы всегда должны быть вместе и продолжить дело наших отцов. Государственный визит Алмазбека Атамбаева продлится еще три дня. На завтра у президента запланирована встреча с премьер-министром Дмитрием Медведевым. Кроме того, в рамках поездки глава государства примет участие в открытии Дней культуры Кыргызской республики в России, а также посетит Башкортостан и Татарстан. Игорь Потанин, Самаддал Атакунов, НТС.